Друзья, приветствую вас! Челлендж, 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 как фильм-фильм-фильм, только у нас челлендж называется «3 тысячи слов за 3 месяца». Это челлендж, который я делаю для себя лично, никого не призываю, это всё бесплатно, я это буду транслировать в Инстаграме, в Телеграме, отвечать на вопросы, пояснять, что я делаю и так далее. Если хотите, присоединяйтесь, не хотите, просто наблюдайте и, в общем, вот так. Ну что, да, банджорно. Хорошо, привет-привет. Ну, что, поехали. Значит, для чего я это делаю? Во-первых, боже мой, кашель, вернулся, только что его не было, снова вернулся. Для чего я это делаю? Для того, чтобы мне лучше понимать своих клиентов. И, опять же, я искренне считаю, что человек, который преподает языки, коучит языки, он должен постоянно находиться, ну, ставить себя периодически в, скажем так, в туфли студента. Это по-английски так говорится, да? Потому что понимать, что вообще происходит, какие объёмы можно давать людям, какие нельзя, как чувствует себя человек, когда он забыл слово, что ему может помочь, какие новые есть ресурсы и так далее. Поэтому, честно говоря, я скептически немного отношусь к преподавателям, которые выучили свой, там, единственный язык 20 лет назад и до сих пор его преподают. Единственное, что я могу это как оправдать, то, что, возможно, они очень сильно загнаны своим образом жизни и не хватает уже на это ресурса. Я это всё прекрасно понимаю, я тоже в таком же состоянии была, но, в общем-то, я призываю преподавателей, если кто-то смотрит меня, как-то продумать этот момент. И всё-таки вот, как бы, практика, да? Мы, если практикующие люди, мы должны это дело практиковать. Итак, ну что, давайте про челлендж. Значит, концепция у челленджа есть определённая, у любого действия должна быть какая-то концепция, у любого проекта. Это проект на три месяца, и каждый проект строится по формуле. В общем-то, любой результат достигается по формуле. И формула следующая. Это алгоритм, умноженный на скобочках время плюс усилие. То есть у нас есть две вещи. Это первый алгоритм, вторая — время плюс усилие. Сейчас я буду рассказывать вам про алгоритм. Алгоритм, который я даю себе, который я даю вам, если вам нужно подтянуть чтение, соответственно. Ну, в смысле, словарный запас. А время и усилие — это уже зависит от нас. Вот я для себя решила, что я буду тратить час в день в течение трёх месяцев. То есть это 92 часа, потому что в марте и в мае у нас по 31 дню. Это 92 часа минимум я должна на этот проект потратить. То есть мы понимаем, что это ресурс, это время, усилие. Поэтому мы это отделяем для себя. Если человек не готов выделить какое-то время, усилие, то, соответственно, какой бы великолепный не был алгоритм, скорее всего, успех будет не особенный. Вообще, кстати, есть такой момент. Ну ладно, у меня скоро будет РИЛС про это. Узнайте из РИЛС, сколько нужно вообще заниматься языком в неделю часов. Хорошо. Так вот, это было про время и усилие. А алгоритм — это как раз вот эта концепция. Сейчас я с вами ей поделюсь. Значит, у меня ситуация следующая. Те, кто за мной наблюдали. Я в прошлом году выучила турецкий с нуля до какого-то там бытового разговорного. На момент прошлого, 1 сентября 2022 года, у меня было 1500 слов. Ну, то есть, 1 июня было ноль, 1 сентября было там, скажем, условно 1500 слов. Прошло 6 месяцев, я не делала ничего. Практически не занималась турецким. У меня были другие дела, проекты, семья, всякие такие истории. Вот. И сейчас я решила эту вещь подтянуть и проверила. У меня оказалось 900 с небольшим слов. То есть, 600 слов где-то вот в спящее состояние такое определенное ушло. Так вот. И моя задача — нарастить до 4000 слов свой словарный запас к 1 июня. То есть, у нас у проекта есть четкий дедлайн с 1 марта по 1 июня. Три месяца. Почему я люблю три месяца? Потому что это как раз и немало, и вроде бы недолго. Поэтому это считается оптимальная история. Я вам всем советую мыслить трехмесячными отрезками. Это то, как мы делаем с клиентами на программе. Ну, это то, как, в принципе, я советую. То есть, больше, чем три месяца, там, на девять месяцев, чтобы вот прямо вот как-то планировать. Наверное, это, ну, too much. А три месяца — это окей. Хорошо. Значит, я буду заниматься час в день плюс 3000 слов за три месяца у меня должно быть. Как я решила это сделать? Я решила это сделать через чтение. То есть, когда мы набираем словарный запас, мы это можем сделать через чтение и через слух. Например, через слух набирают словарный запас дети с маленького возраста. Они же не умеют читать. Они там читать к шести-семи годам учатся, да, весь свой словарный запас. Они набирают через слух. Но я решила это делать через чтение. Я живу в России. Никаким образом с Турцией, с турецким я не соприкасаюсь. И, в общем-то, это то, что у меня есть. В турецком вообще, на самом деле, ресурсов не так много. Он очень бедный на ресурсы язык. Его, если учить, так через английский. И, кстати, если вы учите тоже другие языки, какой-то немецкий, итальянский, ещё там что-то, хорошая идея их учить через английский, если английский у вас уже есть на, ну, каком-то нормальном уровне. Я буду это показывать на примере турецкого языка, но вы это можете делать с английским. Для него я буду давать ресурсы. Если вы учите какие-то другие языки, итальянский, немецкий, польский, чешский и так далее, то ищите ресурсы самостоятельно, пожалуйста. Я уже не буду всё это искать, потому что это как бы слишком много для меня. Я буду вам давать ресурсы для английского. Ну, как бы, если кому интересно, вы можете смотреть, что я делаю по-турецки. Итак, концепция следующая. Три месяца. Три месяца. Я вам дала уже ресурс. Да, кстати, можете написать, какие вы будете языки учить, если вы здесь со мной. Мне интересно это знать. Вот я тут вижу греческие, кто-то пишет. Да, привет, привет. Знаю, знакомые лица присоединяются ко мне. Привет. Значит, смотрите. Три месяца я для себя разделила на три таких определённых отрезка. Значит, первый месяц я, поскольку у меня сейчас меньше тысячи слов, я буду, скажем так, я буду читать адаптированную литературу. Адаптированная литература в турецком я не нашла для себя то, что мне интересно. Для вас я уже посоветовала ресурсы. Это Робинзон Крузо на трёх разных уровнях. Всё в посте. Мы объяснили, что там происходит, как. Пожалуйста, посмотрите пост и для себя определите. Сделайте тестик. Если у вас меньше тысячи, возьмите первый уровень. Если с тысячи до двух, второй. Если с двух до трёх, то, соответственно, третий уровень. Если у вас больше, чем три тысячи слов, то вам можно уже не читать адаптированную литературу. Вам можно читать какие-то, например, простые сайты. Допустим, новости, сплетни там, я не знаю. Ну, новости именно вот как бы простые новости, не глобальные, какие-то экономические. А потом можно читать уже что-то, такие какие-то статички по интересам больше. Ну и, соответственно, усложнять, усложнять, ну и идти дальше для того, что вам нужно. Обратите внимание, что здесь я работаю не над речью, не над слухом. То есть я буду просто читать и надстраивать свой словарный запас. Если вы хотите развивать речь, слух, ещё какие-то вещи, письмо, например, да, то тогда я вам советую пойти и пройти мой интенсив, который называется «Стратегия Next Level». Потому что там даётся как бы конструктор каждому, и каждый складывает из вот этих вот деталек свой именно путь, свою стратегию, свою концепцию, то, что ему нужно под моим, ну, руководством. Ссылка на это есть в моей шапке профиля. Поэтому, если кому это нужно, про речь здесь я не буду говорить сейчас. И свою речь тоже я турецкую развивать не буду. Так вот, первый месяц я читаю адаптированную литературу, поскольку у меня меньше тысячи слов. В «Робинзоне Круза», чем он мне нравится? Там 31 глава. В марте 31 день. И вообще, ну, в месяцах часто, да, 31 день. И это просто идеально подходит под определённый гештальт, что каждый день можно читать по главе. Поэтому с этой точки зрения это прекрасно. Почему ещё я рекомендую этот ресурс? Потому что, если вы вспомните саму по себе историю, Робинзон Круза, он постоянно что-то делает. Он очень деятельный. И поэтому там много глаголов. А глагол — это самый центр вообще речи любого предложения, английского предложения в том числе. То есть, если вы хотите надстраивать свой словарный запас, лучше всего начинать с глаголов. Потому что существительных огромное количество, а глаголов как раз именно вот нужных для нас, их примерно 200 штук. Если вы 200 глаголов будете знать, вы уже практически любое будете понимать предложения, которые там есть. Поэтому с этой точки зрения это классный старитейлинг. Пошёл, сделал, тонул, уплыл, спал, ел, пил и так далее. С другой стороны, там именно вот самая такая практичная и полезная лексика. Там нет, знаете, такого вот просто... У нас тут тоже был пост про маленького принца. Но мне лично это не очень нравится. Потому что «Маленький принц» вот такой, знаете, сама по себе как бы книга. Ну, скажем, не для всех. И там очень много вот такого. Подумал, посмотрел, закатил глаза. Ну, как бы... Ну, в общем... В общем, вы меня поняли. Итак, поэтому первый месяц я буду читать вот этого Робинзона Круза. Меня спрашивают, на каком уровне. И я буду его читать на первом, потом на втором и потом на третьем уровне. Чтобы мне успеть 93 главы прочитать, ну, то есть 31 глава на каждом уровне. 93 главы, чтобы мне успеть прочитать за месяц, мне нужно читать по три главы в день. Вот, например, сегодня 3 марта, третий день моего челленджа, и я прочитала уже 8 глав. Девятую я прочитаю вечером. Посмотрим, как это будет у меня всё надстраиваться, потому что я прочитаю, по сути, историю на очень простом уровне сначала до конца. Потом я к ней вернусь и буду её читать на уже среднем уровне, с прошедшим временем и так далее. И третий уровень — это самый такой... Ну, то есть там уже какие-то детали, какие-то эмоции, какие-то тонкости появляются. Ну и, конечно, там уже больше времён именно в английском языке. На английском языке я эту книгу дала вам. Ссылка уже есть и в Телеграм, и в Инстаграм. Там, пожалуйста, посмотрите внимательно. Что касается себя лично, я эту книгу буду переводить через Яндекс.Переводчик. Я уже проконсультировалась с несколькими людьми, которые говорят по-турецки. Они мне сказали, что перевод адекватный, он нормальный. Рекомендую ли я такую историю? Я бы не сказала, что прям сильно я её рекомендую, но в моём случае, поскольку в языке очень мало ресурсов, я хочу вот так вот попробовать и это сделать. Поэтому посмотрим опять же, чем закончится эта вся история. В данный момент я выделяю целую главу, загоняю её в Яндекс.Переводчик. Мне нравится его качество, как там делается. В общем-то, я много раз проверяла с другими языками. И потом я её просто копирую и себе добавляю в заметки. Таким образом, в заметках у меня глава за главой, за главой, за главой. И я вот таким образом читаю. Дальше. У нас наступит второй месяц. И для второго месяца, если я всё успею за первый, потому что вы понимаете, да, план достаточно амбициозный. Три главы читать в день, как бы, ну, такое. Ну, посмотрим. Дальше. У меня есть несколько книжек, прямо вот, которые я купила в Турции в прошлом году. И я вам сейчас хочу их показать. Значит, книжка первая. Возможно, вы её узнали. Это книжка Мари Кондо. Где-то у меня, кстати, она была на русском языке. Где-то. Ну, ладно. Это книжка Мари Кондо. Вот это вот типа магическая уборка. Я планирую её читать во второй месяц, потому что она у меня есть на русском языке. И я, в принципе, помню, о чём она, ну, как бы, тоже говорит. То есть, возможно, я буду прямо, я ещё не знаю, возможно, я буду прямо вот так вот её открывать и прямо вместе с русской так вот класть и там когда-то обращаться к русской и смотреть. Но эта книга – это прямо оригинал. Она уже не адаптированная. Поэтому моё предположение, что это будет достаточно сложно для меня. Но я, как бы, это максимально облегчаю. То есть, вот мой план минимум за второй и за третий месяц прочитать вот одну книгу такую. Но я надеюсь, что я эту книгу одолею. Всё-таки до конца челленджа у меня останется ещё какое-то время. И тогда я хочу взять вот такую книгу. Она называется «Беш Сев Гидили». Это «Пять языков любви». Гэри Чепмен. Известная концепция. В общем-то, возможно, вы её слышали когда-то, да. Я эту книгу на русском давно читала, но у меня её на русском нет. Поэтому это будет ещё, да, чуть-чуть сложнее. Потому что я буду, как бы, вспоминать. Вспоминать у меня не будет, как бы, вот такого перевода, в который мне можно подсмотреть. Но в целом мне концепция эта знакома. Вот это вот «Пять языков любви». Обратите внимание, что я беру книги «Научпоп». Что такое «Научпоп»? Это как бы научно-популярная такая литература, где одна и та же мысль, так или иначе, размазана на главу. И, в принципе, нет какого-то такого художественного соревнования автора с другими авторами. Например, вот у меня есть Паула Каэлья. Паула Каэлья – это алхимик книга. И здесь вот как раз уже идёт, хотя я тоже её читала, я не знаю, мне кажется, 20 лет назад я её читала. Я примерно помню, очень грубо, но мне кажется, может, уже и не помню, о чём она. Но вот это художественная литература. Поэтому я не советую после адаптированной литературы переходить на художественную. Это очень сложно, потому что сущность художественной литературы – это вот настолько мастерски обращаться с языком, поскольку это, ну, единственный инструмент, да, автора. Ни кисти, ни краски, ни музыка, ничего, а именно вот язык. То, что это прям, это прям вот такая вот. Дальше. Ну, у меня здесь ещё есть некоторые вещи. Вот это тоже, это книжка педагогическая, что-то типа 100 вопросов, как там что-то типа растить подростка. Это тоже научпоп, когда-то я до него дойду. И есть ещё вот такая книжка, она мне интересна тем, я её купила потому, что здесь чтение на каждый день. Видите, один день, другой день уже, то есть как бы страничка на каждый день. Смысл этой книжки, то есть типа как вот, ну, жить там, как хорошо жить, как жить в мире, в спокойствии и так далее, типа такого что-то. Но о чём эта книжка, я тоже не знаю. И эта книжка, я тоже вообще не знаю, о чём они. Поэтому это прям сильно сложно. Это прям уже сложно, потому что я вообще не предполагаю даже, ну, как бы о чём там автор мог написать. Вот, поэтому я вам рассказала свой план минимум. Это вот эту вот как раз Мари Кондо одолеть. И, возможно, я успею приняться за пять языков любви на турецком Гарри Чепмана. Я это всё буду подробно рассказывать, делиться с вами впечатлениями. Сложно, легко, как я нахожу время, есть ли у меня сопротивление, если оно есть, как я его там преодолеваю. Какие-то ещё там, ну, может быть, на ваши вопросы я буду отвечать. Но я хочу здесь сказать следующую вещь. Это моя личная история. Я её транслирую просто по своей душевной доброте. Мне тут написала парочка человек, что типа, вот там что-то, типа, у вас там челлендж, за челленджем вы там что-то обогащаетесь за наш счёт. Ну, короче, какая-то дичь полная, да, потому что это бесплатная совершенно история. Если вам не нравится, идите в пенину, как бы отпишитесь, и всё. У меня огромное количество бесплатного, не просто каких-то подборок, там, ну, ресурсов бестолковых, а именно того, что сейчас работает, именно то, что я конкретно делаю. Где ещё вы увидите вот такие реалити, которые вам показывают, и прям делятся, и прям пошагово вот это говорят. Если есть какие-то такие вот прям аккаунты, которые вот постоянно это делают с языками, пожалуйста, пришлите мне их название, я буду очень рада. Но ради нашего хорошего взаимодействия будьте благодарны, да, за то, что есть. Если вам это не нравится, просто отпишитесь, и нет проблем никаких. Поэтому, когда я буду чувствовать в этом, скажем так, ну, силы, нужду, желания, я буду этим делиться, потому что, вы меня поймите, я ещё работаю, да, у меня есть как бы реальные клиенты, и соцсети вообще это не моя работа. Вот. У меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть дом, которым тоже там я, типа, занимаюсь как-никак. Поэтому я периодически это буду транслировать. И не нужно от меня как-то требовать, что, типа, вот там что-то. Если у вас есть вопросы, задавайте в дружеском формате, как бы в очень таком дружелюбном. Я всегда отвечаю, и я всегда готова помочь, вы меня знаете. Вот. Да, вы мне пишите, что у меня очень полезная страничка и много-много замечательной информации. Так оно и есть, потому что я, на самом деле, вот чтобы вы понимали, чтобы сделать, например, один пост, на это требуется примерно 3 часа, 2-3 часа просто времени, чтобы это сделать. Хорошо, что сейчас у меня есть команда, но она появилась совсем недавно. Вот. А до этого я всё делала сама. Так, друзья, давайте, позадавайте мне тогда вопросов, и будем расходиться. Пишите мне вопросы, если у вас есть, по чтению. Значит, ещё раз повторяю, моя задача поднять словарный запас. Если бы у меня была задача поднять речь и поднять слух, то я бы, конечно, слушала, и я бы, конечно, много пересказывала. То есть вот эту бы самую вещь я бы, ну, как бы, пересказывала вот этого же Робинзона. Так, мне здесь задают вопрос. У меня есть вопрос, почему вы будете читать три главы разных уровней? Потому что сейчас у меня словарный запас до тысячи. Я буду читать сначала всю историю на первом уровне. Вот я сейчас читаю, и мне, в принципе, нормально. Незнакомых слов там, ну, немного, немного, ну, как бы, то есть чем дальше, тем их, как бы, меньше и меньше, да? То есть, нет. Я потом перейду на второй уровень, потому что там появляется прошедшее время. Первый уровень, он только в настоящем времени. Вы понимаете, да, чтобы, ну, если мы не владеем прошедшим временем, то мы недопонимаем ту информацию, которую мы читаем. Поэтому я перейду на второй уровень. Плюс там появятся более сложные слова. И потом я перейду на третий уровень, потому что там еще всякие разные времена уже появятся. И будущее, и еще какие-то, да? И там прям совсем такие вот еще более редкие слова появятся. Я вам хочу сказать, если вы прочитаете Робинзона до, ну, вот, на третьем уровне, да, до конца, и таким образом у вас словарный запас будет 3000 слов, то вы уже можете пробовать переходить на настоящие, ну, источники, на аутентичные читать, то есть не адаптированные какие-то вещи, а читать, но не художественную литературу, еще раз вам говорю, а старайтесь такое что-то вот научно-популярное, а-ля журнальное, что-то вот такие вот какие-то вещи. Так, Мария, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, нужно ли заучивать что-то наизусть в первый месяц? Смотрите, хороший вопрос. Я, если бы я учила речь, то есть если бы я прокачивала речь, то я бы обязательно задерживалась бы на каких-то фразах. Я и сейчас задерживаюсь, честно говоря, на каких-то фразах, потому что я вижу фразу, я думаю, о боже, я прям вот представляю, где бы я ее использовала, вот, да, то есть я ее повторяю, я там, я не знаю, как-то там отворачиваюсь и там несколько раз ее бубню. Вообще, кстати, вот, никто не задал вопрос, но вопрос был бы классный. Нужно ли читать вслух? Нужно ли читать вслух? Есть такой у меня вопрос здесь где-нибудь? Ага, вот что-то есть? Ну ладно, давайте скажу сразу. Нужно ли читать вслух? Смотрите, сейчас, когда я читаю на низком уровне, я всегда бормочу, потому что это важно. Моему лицу нужно привыкнуть к сету мышц определенному, да, потому что другое произношение, другого языка. Поэтому на начальных уровнях я однозначно советую читать вслух. Когда вы уже потом читаете, ну, вы, конечно, это читаете быстро, и вам нужно большой объем информации, поэтому вслух читать не нужно, но на начальных этапах я бы советовала, да. И ответила ли я на вопрос? Поэтому если вы просто набираете словарный запас, нет, не нужно ничего заучивать наизусть. Слова выписывать я еще пока не выписываю. Я вообще люблю выписывать слова, я это делаю вообще своим собственным способом. Я их делаю, вот я выписываю вот фразы, вот это у меня тут итальянские фразы затесались. Например, что там у нас здесь есть? Benvenuto Aroma, да, допустим? Или там что-нибудь такое. Tipi achi le musica classico le musica pop. Это мои старые еще записи, здесь что-то они завалялись, я чистила. Вот, то есть у меня просто записаны фразы без перевода, потому что если выписывать с переводом, запоминаются слова очень-очень плохо. Поэтому если вы хотите, то делайте это так. Сейчас, пока я ничего не выписываю, потому что мне хватает моей языковой догадки. Языковая догадка — это тоже, кстати, очень важный момент. Если вы прям каждое слово смотрите в словаре, это плохо. Такого быть не должно, нужно развивать гибкость. Гибкость идет именно от языковой догадки. Так, следующий вопрос. Когда я читаю, встречаю незнакомые слова, выписывать. Или читаю по контакту, главный смысл понимать. Или кропотливо все выписывать, сидеть, учить слова. Слушайте, смотрите, как вы хотите. Вот я, например, я по настроению. То есть когда я, допустим, вечером перед сном лежу уже в кровати и что-то читаю, ну что я буду выписывать, ну как бы кому-то, да? А если, например, это какой-то день, и вот у меня бывает там ручка новая, да? Вот, например, вот у меня сейчас ручечка такая красивенькая, пилот. Она вот там вот пишет так прям вот хорошо, здорово. И тетрадочка у меня еще новая, да? И я такая, ох, у меня там есть настроение повыписывать. Я могу что-то повыписывать. Я никогда себя к этому не привязываю. Потому что если я буду всегда такая, чтение равно выписывание. Все, я просто никогда не сяду. И до свидания, и книгу эту выкину. Так, вопрос. Да, вот я уже ответила. Будете ли вы выписывать слова или просто на ходу? Пока что на ходу. Пока что на ходу. Потому что, смотрите, вот выписывать слова, да? С одной стороны, вы как бы прописываете рукой. Но с другой стороны, у вас создается иллюзия, что это слово у вас есть. Когда вы его встречаете, и если вы, например, на этом слове... Ну, вы встретили его второй раз. Вы первый раз его посмотрели в словаре, тут второй раз вы его встретили, и вы такие смотрите на него, и так, что-то какое-то слово. Тут вот было оно в предыдущем возрасте, было-было. И такие раз, и вспомнили. Вы понимаете, в этот момент у вас прямо пробурилась такая более крепкая стала нейронная связь на это слово. Потому что в английском есть такая фраза. Easy come, easy go. Легко приходит, легко теряется. Если мы легко слова видим тут же, да, то мы вообще их не запоминаем. Знаете, может быть, есть такие методы, где как бы ты читаешь, и тут же в скобочках там перевод. Вот, ну, для меня это, например, вообще не работает. Потому что я смотрю сразу перевод, и такая, да, всё прекрасно, всё понятно. А потом слово не помню, не могу его узнать. Так. Шарлин меня спрашивает. То есть новые сложные слова. Нужно учить наизусть, как с ними работать. Новые сложные слова, друзья, выписывайте себе без перевода желательно в каком-то окружении словесном, в каком-то словосочетании в таком, чтобы вы вспомнили потом примерно, о чём это было. Я не буду сейчас придумывать новый пример. Я уже приводила такой пример, слово чанг. Вот если я выпишу слово чанг на завтра, чё, ну, как бы, чё это за слово чанг? Это вообще глагол, это существительный, это прилагательный, это что это, да? Ну, что это такое? Но если я выпишу чанг у в чиз, я такая, а, да, Робинзон нашёл там шматок сыра, головку сыра, да, всё. Я вспомнила, что такое чанг. И мне не нужно писать кусок, не нужно писать по-русски, да, и тем не менее у меня это в мозгу останется. Поэтому выписывайте, старайтесь максимально без перевода. Да, я понимаю, что бывают такие слова, которые очень сложно. Запомнить, поэтому минимально вот там прямо, пожалуйста, пишите. Так, друзья, вот какой-то ещё вопрос. Если мне нужны все навыки, какие все навыки, так как я живу в Канаде, тогда как быть уровень примерно А2? Друзья, если сейчас речь идёт о навыках, о навыках таких, как речь, письмо, слух и так далее, идите ко мне на стратегию. Это курс, рассчитанный на 7 дней, доступ к нему 2 месяца. Он находится на гид-курсе. Вы оплачиваете, получаете доступ. И там прям пошагово вы себе выстраиваете сами от вашей ситуации, конкретно от вашего уровня, от вашего места жительства, от ваших реалий, для чего вам нужен язык. Вы сами себе выстраиваете полноценную стратегию, получаете все ресурсы и дальше занимаетесь самостоятельно. Если самостоятельно заниматься не хотите, а хотите заниматься, например, с языковым коучем или репетитором, то у меня же в шапке профиля есть анкета, которую вы можете заполнить, и мы вам дадим контакты хороших, проверенных людей, которых учила именно я. Но это желательно, чтобы вам нужно было срочно. Так, все, я все вот эти вот уже вопросы ответила. Так, как развить языковую догадку? Спасибо. Пожалуйста, читайте и терпите определенный процент незнакомых слов. Или слушайте и терпите определенный процент незнакомых слов. Так и разовьете языковую догадку. Потому что в жизни, в реальной жизни никогда в ближайшие годы, если вы только что начали язык учить, в ближайшие годы не будет, что вы прям все прям супер, супер прям этот, как сказать-то, все понимаете и все слышите и все это. Всегда в живом взаимодействии будет процент неопределенности. Поэтому если мы привыкли, вот что нам все всегда понятно, мы до последнего слушаем, разжевываем каждое слово, читаем до последнего, мы себя ставим в заведомо неестественную, нереальную ситуацию. Поэтому когда вы окажетесь живыми людьми, и из-за их какого-то акцента, быстроты речи, картавине, пришепетывания, темы незнакомые и так далее, будут появляться слова, которые вы не расслышали, вы просто будете вылетать, они вас будут выбивать, понимаете? Вы вот слышали-слышали, наткнулись и все, улетели. Нам такое зачем? Нам такое не надо, поэтому нужно себя готовить. Вы знаете, что пианисты, когда они готовятся к концерту, они провоцируют себя специально на гипотетические ошибки, которые они могут сделать, и как они будут выезжать из этой ошибки. Вот я бывшая пианистка, поэтому я вам об этом говорю. Чтобы это не было сюрпризом на самом концерте, где они сели и такие... Поэтому вот так обязательно нужно тренировать языковую догадку. Будете ли добавлять другие приставки, суффиксы, другие части речи? Не помню, как называется метод. Словообразование, ну, то, что я читаю, то есть я же запоминаю какое-то, ну, слово, да, а потом я встречаю подобное какое-то слово. Вот в турецком, вы знаете, очень много суффиксов. То есть если ты узнал корень, то как бы ты уже примерно догадаешься по суффиксам. Так, друзья, давайте заканчивать. Готовят ли ваш коучу кайлдс, да? Готовят. Готовят. Хорошо. Друзья мои, ну всё, давайте прощаться. Значит, если у вас есть ещё вопросы, пишите их в комментариях к этому эфиру. Эфир мы выложим вечером. И всем удачи, если кто-то будет со мной участвовать. Это будет прекрасно. Давайте мне ставьте какие-нибудь там, потапайте. Сердечек мне пошлите. Мне будет приятно это от вас получить. Всё, вижу ваше спасибо-спасибо. И вообще мне приятно всегда получать добрые слова, честно говоря. И знаете, кстати, я однажды слушала одну очень известную женщину российскую. Она работает вот прям с миллионерами вот такими вот прям с очень богатыми людьми в России. И она говорила три фактора, три фактора, ну как бы три признака, скажем так, очень успешного человека. Первое, то, что он супероптимист. Вы видите, да, что мы с вами сейчас супероптимисты. Вот я, по крайней мере, поставила высокую планку. Второе, этот человек имеет много энергии. Или, по крайней мере, как-то её учится у себя генерить. Мы стараемся как можем. И третье, успешные люди всегда благодарны. Поэтому, если вы хотите быть благодарны, просто доброе слово, я буду очень рада. Всё, друзья, да, нужно придумать хэштег. Хэштег придумаем. Всё, вам всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok